Лев Абрамович, спасибо большое, что согласились поговорить с нами в Олеге Борисове, к его 90-летию. Я знаю, что ваше сотрудничество началось с работы по Достоевскому, по Кроткой. Чья это была идея, с чего все началось? Я дал Георгия Александровича почитать, ему она понравилась, он дал Олегу Ивановичу почитать. И как бы сказать, поскольку в общем решал Товстоногов, то что-то было решено. И мы встретились с Олегом Ивановичем. Для меня, конечно, тогда я был, мягко говоря, молод. И встреча, конечно, с таким очень известным, крупным артистом была такая для меня напряженная загадка. Он был очень, как бы сказать, ну как бы джентльменский, как-то настроен. И вообще вдруг вот так вот... Я скорее встретил джентльмена, чем артиста. Он умел, когда он хотел держать прямо спину, держать высокую голову. Это потом помогло очень в работе над Кроткой. Когда Олег Борисов прочел вашу инсценировку Кроткой, говорят, что он сказал примерно так. Я прочитал, спасибо, мне очень понравилось, но я не знаю, как это играть. Я иду в ваши руки, считайте, что я ваш ученик. Действительно было такое? Да, да, вот это абсолютно цитатно. Самое смешное, что я, конечно, ни на секунду в этот момент не поверил. Мне понравилась красота формулировки. Вот, ну, конечно, я решил, что это, ну, как бы сказать, красивые слова умного человека. И самое неожиданное и парадоксальное было в том, что он действительно так и вел себя на протяжении всех репетиций. Это было не просто равенство, это было абсолютное сотружество, соавторство. И как бы он действительно доверчиво шел за идеями, за пробами и даже за какими-то моими показами, что было, конечно, с моей стороны хулиганством. Но вот это, это такая полнота самодачи. Если поверил и стало интересно, то не жалко, мне не жалко никаких сил. Говорят, что вы репетировали даже ночами. В это время Георгий Александрович ставил вторую версию оптимистической трагедии. И утрами на сцене репетировалась оптимистическая трагедия, а вечерами на малой сцене репетировалась кроткой. И мы ходили очень поздно, заканчивали позже традиционного конца, там где-то обычно до 11, мы заканчивали 12, позже 12. И на охране, на проходной, говорит, что такое студия какая-то. И он гордо говорил, да, мы студийцы. И это ему как-то вообще вот такая атмосфера маленькой, но компании, какой-то так независимой группы ему очень импонировала. И он сам ее всячески поддерживал. Говорят, у Олега Ивановича был непростой характер. Действительно так или так говорят те, кто на самом деле не знал его близко? Все, что связано с дурным характером, оказалось неким мифом. Как только он улавливал смысл и верил, что в этот смысл верил, что ради этого смысла стоит тратиться, и он видел, что искренне тратится противоположная сторона. Я видел, что он бывает жесток или жесток с другими вокруг, но не в нашей работе. Хотя он мог, скажем, был такой случай, ну вот если уж хотеть случай, у нас заболел один артист, который играл небольшую роль, но очень хороший артист, Виктор Гвоздицкий. И поскольку он заболел, значит, предложили другого артиста, не буду говорить фамилию, довольно известного. Он пришел в репетицию, роль маленькая, и что-то такое, ну, какие-то слова стал употреблять, типа, ну что, репло, и пойдем им провезухой. Я только хотел сделать замечание, вдруг встает Олег Иванович, он записанным столом сидел на сцене, и, знаете, вот так выпрямившись, офицерски абсолютно, вот так, как он искал в кроткой, что он бывший офицер, это было очень важно, молодой человек. У нас такие выражения на репетиции не употребляются. И вот я видел, как этот довольно смелый, нагловатый молодой артист смешался, потому что это было гораздо страшнее, чем любое замечание режиссера. Вот так что характер был мощный. То, что вы рассказываете, это просто рыцарь театра. Абсолютно. Он и был рыцарем театра, особенно того театра, который был ему интересен и важен. И, конечно, у него часто вызывало отражение то, что ему было не очень интересно или не очень важно. Это тоже создавало миф о дурном характере. Вообще рыцарство же, это только в легендах привлекательно, а на самом деле это очень непросто для общения. Ваши подходы к работе совпадали, и как вы погружались в этого очень непростого автора Достоевского? Очень непосредственно, во-первых, и действительно очень откровенно. И искренне, заразительно. Можно было не быть вежливым, не извиняться перед тем, как что-то сказать, там, условно говоря, сделать замечание или предложить. Точно так же, как он мог не извиняться, если он что-то не понимал. Или как он думал, а что дальше? Ну, и он очень много, конечно, много думал о Достоевском. Он хорошо знал Достоевского, и он готовился играть Достоевского. Он очень много читал, он ввел то, что называется ролевую тетрадь, то есть дневник репетиций двух больших артистов. Это я видел, у Смоктуновского и у Олега Ивановича. Были записаны все репетиции, плюс все размышления, которые он к репетициям приносил. Если почитать его дневник, который издан, то видно, насколько глубоко и серьезно он погружался в философию Достоевского. А отсюда рождался темперамент. Вообще, я убежден, что темперамент, самый чувственный темперамент, рождается все-таки из темперамента мысли. К сожалению, очень многим артистам эта мысль не близка. Время работы над спектаклем было счастливым для вас обоих? Я жил на Поварском переулке, совсем недалеко отсюда, из Поварского переулка, шел, выходил на фонтанку и шел по фонтанке ГБДТ. И вот я запомнил эти два месяца, вот этот каждый день этого счастливого прохода. И даже иногда светило солнце в глаза. Чаще всего, как всегда, в Ленинграде солнца не было. Мне почему-то казалось, что оно есть. Вот это редкий случай, когда два, два с половиной, три месяца я каждый день шел действительно как на праздник. Ну, все тут было. И то, что я ставлю спектакль, и то, что я ставлю спектакль в БДТ, и то, что я ставлю спектакль по истории, который мне давно очень хотелось сделать. И главное, что я шел не на мучительные дипломатические переговоры с артистом, а шел просто отдаваться этому. Вот таких воспоминаний, честно говоря, немного. А была у вас возможность за кулисами понаблюдать, как Олег Борисов готовился к роли? Как-то этот процесс происходил особенно для него? Приходил раньше всех обычно. И сидел на сцене, думал, сосредотачивался. Обычно я приходил, я не самый точный человек, хотя приходил вовремя. А он всегда встречал меня уже, будучи на сцене. Это опять свойство очень хорошего и серьезного артиста. Спектакль «Кроткая» оказался очень необычным для Олега Борисова. Вы сначала поставили его в БДТ. Из этого спектакля Олег Иванович ушел из БДТ, перешел в Амхат к Олегу Ефремову. И вы сделали этот спектакль там еще раз. Это действительно был знаковый для него спектакль? Что-то он личностное очень вкладывал в эту историю. И, мне кажется, это очень соответствовало его внутреннему строю, его индивидуальности. Большой артист, можно сказать, великий сегодня же артист, он никогда в жизни не играл Достоевского. Он только перейдя в Амхат, где-то ему было далеко за 50, первый раз сыграл Чехова. Он один раз в своей жизни, и то в качестве, потому что не получилось у другого артиста, он сыграл Шекспира. То есть, насколько даром уходили силы на самом деле, потому что советская драматургия, она первенствовала, и это было важнее всего. Поэтому вот сыграть Достоевского для него было все равно, что выпить источник холодной воды, когда жаждешь. И потом, конечно, он абсолютно как достоевский артист. Вот если как-то, может быть, что-то такое попытаться о нем сказать, непроговоренное, то мне кажется, что в нем, в его индивидуальности и человеческой, и актерской, было, конечно, некое дьявольское начало. Дьявольское и мистическое, я бы так сказал. То есть, все то, что необходимо для Достоевского. Если, там скажем, с Мактуновским я провожу параллели, потому что это две сильных очень встречи в моей жизни, было скорее божественное начало, идеальное, к этому он стремился, то при наличии божественного дара у Бориса вот это дьявольское начало. Причем дьявол же, творя зло, творит часто добро. Вот этот парадокс в нем был, я думаю, что он замечательно там... У него был опыт в фильме «Сын», он замечательно сыграл бы и Мефистофеля, и Фауста в одном лице. И вообще он был артист крупного, трагического дарования. А в Советском театре не нужно было трагическое дарование. Вот в чем весь ужас. Как всякому большому трагическому артисту, ему доставляло наслаждение испытывать страдания на сцене, конечно. И, мне кажется, ему доставляло наслаждение рассказывать и обнаруживать человеческое дно и человеческое зло. Не потому, что он был злым, а потому, что он чувствовал меру зла мира. Это действительно редкое свойство. Свойство большого дарования и особого энергетического устройства. А были у вас мечты о совместных работах, которые остались неосуществленными? Уже когда я возглавил театр, мы думали, несколько раз говорили о короле Лире. И я помню, он приезжал, мы где-то ужинали в Комарово, и потом гуляли по пляжу долго. И вот, ну, не просто мечтали, обсуждали. Главный вопрос, конечно, у него был, как и у большинства тех, кто занимается верой, почему это он вдруг решил все отдать и стать таким добрым. Хотя, на самом деле, мне кажется, это прямо противоположно было. Вот я помню, как мы это обсуждали, но все трудно. Потом он заболел. Это было серьезно. Ну, и, наконец, все-таки он ушел из Московского художественного театра. Тоже довольно драматично. И я предложил ему, мы делали, начали репетировать Вишневый сад, и я предложил ему играть Фирса. Уже прошло много лет, к сожалению, он был уже готов, уже по возрасту готов к Фирсу. И он с каким-то большим энтузиазмом согласился. Приехал на несколько месяцев. Им нравилось с молодыми, во-первых, и то, что у нас такая компанейская атмосфера. Он был абсолютно, как бы хоть, вел себя на равных, абсолютно не было никакого величия. Он очень необычный был, Фирс, совсем не такой уж старый и совсем не такой уж добрый. И так получилось, мы провели генеральную репетицию здесь, в Ленинграде. И театр уезжал на большие гастроли по миру. А потом мы должны были приехать в Париж, провести еще цикл репетиций, и там сыграть премьеру в Адеоне. И вот я помню, как в Англии, после такого-то спектакля, мы идем к автобусу, и ко мне подходит Миша Стронин, Михаил Стронин, наш заведующий литератной части, и говорит только, что передали, что умер Олег Иванович. А я знал, он уже лежал в больнице. Так вот, этот наш спектакль не состоялся, остались одни фотографии. Фотографии замечательные, кстати, и он на этих фотографиях до жути или до похож на Достоевского. Когда он уже постарел, у него была своя борода, он очень похудел, и глаза стали отчаянные и мудрые, и полные страдания. Он еще болел очень сильно и очень мужественно сярил. Илья Паврамович, а кроме разговоров о театре, о чем вы еще разговаривали с Олегом Ивановичем? Были какие-то мужские разговоры, философские темы? Главные разговоры, конечно, книги, литература. Ну, не философия буквально, но философствовали. Ну вот, за чашкой чая, за рюмкой водки, сидеть с ним за столом, было наслаждение Алла Романовна. Потрясающее. Хозяйка, это всегда было такое фантастическое. Я еще был, у меня еще практически у нас с Танюшей не было дома и не было никакого застолья. И это был такой, такой пир, пир души. Теплый дом. Да, 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 да. Фантастический. Я, честно говоря, мало, редко сталкивался с такой сплоченностью, с такой любовью и с такой верностью друг к другу, во всяком случае, человеческой огромной верностью. И то, что, конечно, Алла Романовна и сегодня продолжает издавать какие-то тетради Алика Ивановича, инициировать все, что можно, чтобы продолжить жизнь художественную. Это замечательно. Я думаю, это и помогает жить. И Юра Варисов очень талантливый человек. Начинал как режиссер, но постепенно стало выясняться, мне кажется, что у него все-таки не режиссерский дар, а скорее дар писательства, дар анализа театра и искусства. Он стал очень хорошо писать. Он обожал отца, отец обожал его. И я думаю, что уход отца, конечно, очень приблизил его ранний уход сына. Это были очень близкие люди и очень как-то, знаете, сообщающиеся сосуды. Когда уж один сосуд исчез, то очень быстро исчез другой. После такой плотной совместной работы сейчас что-то остается для вас по-прежнему загадкой в Олеге Ивановиче? По сути, при всей вот дружности семьи, любви, он был, конечно, довольно одинокий человек. Ну, может быть, как всякий большой художник, потому что и легче всего, и труднее всего, интереснее всего, может быть, ему было все-таки наедине с самим собой. и, может, потому была очень дружная семья, что Юра и Алла Роман это понимали и всячески охраняли его территорию, его независимость. Вот, пожалуй, главное разобраться в этом одиночестве было не так просто, хотя оно чувствовалось и оно вызывало уважение. Поэтому и встречи, и разговоры были так ценными. Спасибо вам большое за эту беседу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!